Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Также глава региона отметил, что необходимо обеспечить участие аграриев в льготной программе кредитования на следующий год. Важно, чтобы уровень кредитования был не ниже уровня 2021 года. Кроме того, поручаю областному комитету сельского хозяйства 7 декабря в день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Волгоградской области подвести итоги текущего сельскохозяйственного года в Волгоградской области, отметить передовые хозяйства лучших специалистов и передовиков производства. Отметим, что за прошедший сезон Волгоградской области было собрано свыше 4 миллионов тонн зерна, 345 тысяч тонн кукурузы и около полутора миллионов тонн масличных культур, больше одного миллиона тонн овощей. На данный момент завершается зяблевая обработка почвы. Валентина Кунышева при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Недавно житель села Заплавное Волгоградской области был замечен в продуктовом магазине без защитной маски. Так как на замечание он не отреагировал, гражданину выписали штраф. Позже выяснилось, что он не в первый раз нарушает масочный режим. В пресс-службе Ленинского суда рассказали, что на судебное заседание мужчина не явился. Его виновность подтвердили, а учитывая повторное нарушение, судом был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Напомним, что масочный режим действует на территории Волгоградской области по постановлению главного санитарного врача Ольги Зубаревой. Граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и местах массового скопления людей. За нарушение правил гражданам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. За прошедшие сутки Волгоградской области выявлено 428 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тем временем из стационаров выписано 459 пациентов. 38 человек не смогли перенести тяжелые последствия заболевания. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 4795 летальных случаев. Из стационаров выписано 105 946 пациентов. С марта 2020 года в регионе зафиксировано 120 440 заболевших. Около 50 воспитанников первого кванториума уже провели исследования по химии, биологии, физике и математике. На занятиях школьники используют более 800 единиц современного оборудования, с помощью которого юные исследователи оценили качество воды в водоемах. Ребята определили показатели жесткости, минерализации, шелочности, окисляемости, уровень органических и неорганических веществ. Сейчас дети осваивают технологию «Умный дом». Учебная программа кванториума позволяет ученикам выходить на новый уровень знаний и навыков. Александра Дудкина, ученица 11 класса, презентовала на региональном конкурсе проект «Со-3Д-творение». Это компьютерный макет модульного зоопарка. Свыше 16 тысяч гектаров насаждений станут естественной преградой для пыльных бурь и ветров, улучшат экологическое состояние. Такой зеленый пояс высадят внутри и вокруг Волгограда. Волгоград стал четвертым после Волжского, Михайловки и Урюпинска городским округом, где утверждены границы зеленого пояса. В него вошли существующие лесные насаждения, городские леса, а также земли лесного фонда, прилегающие к областному центру. Профильные специалисты органов муниципальной власти проведут инвентаризацию насаждений и определят перечень мероприятий, необходимых для сохранения и развития лесного фонда, в том числе по охране и защите от пожаров. Зеленый пояс состоит из лесов и лесопарков, водных объектов, природных ландшафтов, выполняет экологические и защитные функции, но может использоваться и для отдыха населения. Однако здесь запрещено использовать токсичные химические препараты, в том числе и в целях охраны и защиты лесов. Радиоактивные вещества размещать отходы, разрабатывать месторождения, а также проводить сплошные рубки лесных и иных насаждений. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Отметим, что на сегодняшний день общая площадь зеленого пояса региона составляет почти 18 тысяч гектаров. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в Волгоградской области благоустроят более 70 общественных и внутридворовых пространств в 19 городах региона. Объекты для реконструкции выбирали жители области в интернет-голосовании. По его итогам в новом году благоустроят 8 площадок в Волжском, 9 в Николаевске и по 4 площадки в Камышине, Михайловке, Фролово-Урюпинске и Краснослободске. Также в перечень вошли такие населенные пункты, как Жирновск, Новоанинск и Ленинск. Там реконструируют по три площадки. А в Калачи-на-Дону, Котельниково, Ксуровикин и Паласовке отремонтируют по два объекта. Помимо этого, по одной обновленной площадке добавятся в Петров-Вале, Оттово, Серафимовичи и Дубовки. На реализацию этого проекта предусмотрены средства в размере 700 миллионов рублей. Росстат опубликовал информацию об уровнях рождаемости и смертности в 2021 году в Волгоградской области. Отдельная статистика предусмотрена для количества браков и разводов. Так, в Волгоградской области в период с января по сентябрь количество заключенных браков составило 9913. В сравнении с 2020 годом количество бракосочетаний возросло почти на 17%. Наравне с этим также представлена статистика разводов Волгоградской области. Так, в период с января по сентябрь браки расторгло 7831 семья, что на 16,5% больше, чем в прошлом году. Таким образом, количество заключенных браков превышает количество разводов. Росстат опубликовал информацию об уровнях рождаемости и смертности в 2021 году в Волгоградской области. Итого, за 9 месяцев в период с января по сентябрь в регионе родился 14 501 ребенок. В сравнении с прошлым годом показатель снизился на 80 младенцев. Коэффициент рождаемости в этом году составил 7,9. Что касается уровня смертности в Волгоградской области, за этот же период скончался 32 781 человек. Это число выше прошлогоднего на 6 285 человек. Так, уровень смертности превысил уровень рождаемости в 2021 году на 133%. Однако, стоит отметить, что такой скачок смертности во время пандемии наблюдается во многих странах. Спасибо большое. Депутат вакцинации в вашем случае. Кажется, сейчас секунду. Она однократная. А где мы видим, что это лайт? А, вот спутник лайт увидим. Да, да, да. Этого достаточно. Вы впервые, да, вакцины выявились? Сегодня в Центральном районе Волгограда прошёл рейд по соблюдению антиковидных мер предприятиями розничной торговли и общественного питания. Мероприятие проводилось в соответствии с планом, разработанным аппаратом губернатора Волгоградской области. Особое внимание обращаем на то, имеют ли работники этих предприятий документы о вакцинации либо о перенесённом заболевании. Обращаем внимание также на соблюдение требований, установленных для предприятий розничной торговли и общественного питания. В период действия ограничительных мер они описаны в постановлении губернатора Волгоградской области 20 марта 2019 года номер 179. В результате проведения рейда специалисты зафиксировали несколько основных нарушений, которые допускаются работниками. Самым частым нарушением является несоблюдение масочного режима и отсутствие перчаток у сотрудников предприятий. Мы выявляем нарушения, но в общем картина положительная. Это наличие рециркуляторов на каждом этаже в помещении, имеется расстановка, дистанцирование между столами. Хочу обратить внимание на то, что руководители данных организаций вакцинацию контролируют у своих сотрудников и также ведут журнал учёта, где в дальнейшем планируется и ревакцинация через каждые полгода. Специалисты призывают работодателей внимательнее относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, принятых на территории Волгоградской области. Помимо этого, проверяющие ещё раз напомнили о важности прохождения вакцинации не только от коронавируса, но и от гриппа. Марина Забудько, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Волгограде полицейские провели межведомственные рейды на рынках города. Оперативно-профилактические мероприятия направлены на выявление и пересечение нелегальной миграции, а также законность ведения трудовой деятельности гражданами иного государства. Так, сотрудники ГИБДД, ФСБ, МВД и Росгвардии задержали и проверили более 200 иностранцев. Из них 90 человек доставили в отделение полиции для дальнейших проверок. В ходе рейда правоохранители установили, что 24 задержанных ввели свою трудовую деятельность незаконно. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Так на оптовом рынке в Дзержинском районе, изъяли около 100 тысяч бутылок слабоалкогольных напитков, 3000 пачек сигарет и 122 бутылки омывающей жидкости. На спецстоянку отправили два автомобиля. Четверых мигрантов отправляют на родину. Валентина Конышева при поддержке Пресс-службы регионального главка МВД. В минувшие выходные дни сотрудники госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, как в сельских районах, так же и в областном центре. Особое внимание уделялось предупреждению таких административных правонарушений, как управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, несоблюдение правил дорожного движения пешеходами, неиспользование водителями ремней безопасности и нарушение правил перевозки людей. С участниками дорожного движения проведены профилактические беседы, нарушители привлечены к административной ответственности. Волгоградские полицейские совместно с коллегами из Управления ФСБ при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за пребыванием и осуществлением трудовой деятельности иностранными гражданами на объектах торговли, рынках трактора Заводского, Дзержинского, Красноармейского района и города Волжского. Проверка осуществлена в отношении свыше 200 иностранных граждан, в результате которой установлено, что 24 гражданина нарушили режим пребывания, а также осуществляли трудовую деятельность с нарушениями. Кроме этого, в Дзержинском районе были выявлены факты реализации товаров без маркировки. Все нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов, а в отношении четверых иностранцев судом принято решение о вдворении за пределы государства. Полицейские призывают пожилых жителей региона быть более бдительными при общении с неизвестными лицами. Более 100 тысяч рублей похитила мошенница 80-летняя жительница трактора Заводского района. Незнакомка в телефонном разговоре представил с дочерью потерпевшей, попросила передать курьеру у дома по месту жительства 100 тысяч рублей, якобы необходимой ей для непривлечения к уголовной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие. Денежные средства пожилая Волгоградка лично передала незнакомцу. 5 декабря в Волгограде состоялся конкурс, в котором 15 участников сразились в музыкальной битве за главный приз «Отдых в Армении». Организатором выступил городской молодежный центр «Лидер». Наверное, это уникальный конкурс для города, потому что в течение, во-первых, долгого времени вообще не было никаких конкурсов, а во-вторых, уникальность конкурса заключается в том, что участвовать может любой желающий, вне зависимости от их вокальных данных, вне зависимости от того, профессионал человек или нет. Самое главное, чтобы он любил петь, любил музыку, и при этом был в музыке абсолютно органичен. Прежде чем попасть на конкурс, участники проходили отбор в течение месяца. Каждый из них представил личную визитку и показал жюри свой артистизм. Финальным этапом стало выступление в караоке-театре. Планируется три тура. То есть сначала мы сейчас отобрали для сегодняшнего финала 15 человек. Эти 15 человек сейчас будут соревноваться, каждый споет песню. Жюри выберут из них шесть. И уже шесть человек будут петь подготовленные песни заранее, а те песни, которые для них приготовили соперники. И в финале сойдутся опять же из этой шестерки трое. Конкурсанты являются представителями абсолютно разных профессий. Одна из участниц Алина Овсянникова проходит ординатуру по направлению ортодонтия в медицинском университете. Помимо учебы Алина работает диджеем-вокалисткой в караоке. Мне захотелось поучаствовать в конкурсе, поскольку давно в принципе не была на каких-то таких мероприятиях. Плюс ко всему хочется получить энергию, отдать тоже людям, поскольку нравятся очень эмоции. И заодно проверить себя саму, насколько я отстала в музыке или все-таки еще остаюсь в таком тонусе голосовом. В конкурсе будет две тройки победителей. Первых определит жюри прямо на мероприятии, а вторую после определит народное голосование в сети. Отметим, что конкурс прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Каждый из участников предъявил QR-код о вакцинации. На входе проводилась термометрия и дезинфекция рук. Марина Забудькова, Дим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Подробный прогноз погоды представляет ООО «ВДЦ» «Медицинский центр». 20 лет безупречной работы, качество и надежность. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограде ожидается пасмурная погода, без осадков. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 3. Днем плюс 2, плюс 3 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова